Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я на многие вопросы отвечал, у меня тысячи вопросов, только сохранившиеся. 4124 этого университета, школах, по радио ввел где-то три программы. А новые вопросы все равно возникают, какие-то новые дела, и вот сейчас вопрос задают. Да, Игнатий Тихонович, мы начали молитву общественную в интернете с людьми из других городов. Есть ли от этого польза какая-либо, от этих молитв? Ну как вот сказать так прямо, ну вот есть такая польза или нет. Даже когда пищу употребляем, мы съели, не знаем, будет польза или нет. Пройдет какое-то время, и вдруг совершенно не то, для чего ты ее съел. Ты даже не рад будешь, будешь исследовать. У меня же кошка наверху ловила мышей, а раньше там было много мышей, а кошек не было. Я клал траву, и видимо дохла, мышка сушеная там попалась, и буска ее съела. Ее рвало здесь, она дня три не ела, и только на Пасху первый раз поел. Ну сейчас играет, видимо яд погас. Как-то одно время я ловил этих грызунов, было много крыс, там где свинарник-то. А у нас был ветеринар, и он достал это лекарство, какой-то стрихнин или что-то. Он когда в Германии был, и оттуда привез. И он мне немножко дал, а я сколько не знаю. Ну видимо я положил нормально, кашу сделал, и утром выхожу. А у нас по двору там, там крысы шатаются, ползают. Все. Ну и потом сразу не стало. Они поели, и все подохли. И что интересно, эту крысу кошка съела, сдохла. Если эту кошку съест волк где-то, но у ней-то уже оттуда только, и она сдохнет. Теперь то, которая сдохла, ворона будет клевать, и ворона сдохнет. Я-то очень сильный. Так я положил в другом месте, там свинарник где, ну в норку затолкал, бумажку, в которой кашка эта была, и там крысы начали дохнуть. Вот какое дело. А то мы думаем, польза есть или нет. Ну попросили молиться где-то, когда одни молятся, считают. Говорят, я вот один остаюсь, мелкий шрифт не вижу, с лупой надо было. Как-то не так. А тут попросили, как же это, двери открыть. Пустите других. Но более двух месяцев, это уже 67 у нас выставлено роликов. Я к ним ставил всегда дополнение, материал дополнительный о молитве, о посте, о войне, о слове. Что требуется для того, чтобы молитва была чистая. И вижу, что было самое большое, кажется, пять человек. Сегодня опять три осталось. И как вот, не в ту зону мы попадаем. Если бы у нас в 4.40, в 4.40 в Барнауле, это по московскому времени в 0.40. И молитва продолжает. Вот надо бы на 0.40 сделать, не по Москве, а в 4.40 по Москве. Ну хорошо, вам трудно встать в первом часу. Но встать все равно можно. Ну возьмите эти игиловцы, пишут о них там шахиды. И они говорят, у нас три раза на ночь ставим на молитву. Когда спросили, а не могут ли среди вас быть иудеи, евреи, какие-нибудь эти тайно там, ну, подсаженные люди где-то, внедряются в их. А они говорят, нет, это невозможно. Он с нами будет вместе и молиться, пить и есть, чтобы мы не узнали. И поэтому он или будет такой же, как мы, или он с ума сойдет. С ума сойдет. Если правильно, это молиться. Это три раза в ночь вставать. Да как они молятся искренне. Ну а здесь, вы не хотите встать, больше ни на кого это не влияет. Но у нас-то уже будет в Аш-4.40, у нас в 8.40. В 8.40-то уже все на работе. Кто придет-то? Никого нету. Пенсионеры, а их в это время тоже не найдешь где-то. Где они за столом? Часов семь. Никак. Поэтому образуйте у себя там, для Москвы, ваш этот поезд такой, который дальше Москвы, на Украине. Там другая часовая, кажется, территория. Тоже образуйте кто-то. Возьмите это на себя. Посоветуйтесь с Сергеем. Вот я сейчас покажу у нас объявление. Почитай. Так, Сергей Попков, мир вам всем, кто желает вместе с нами прославить Господа нашего Иисуса Христа. Такая возможность сегодня есть и у вас. Я, Попков Сергей, духовное чадо Игнатия Тихоновича Лапкина. Мы ведем занятия по изучению Библии в интернете по толкованию святых отцов Православной Церкви с 14.00 до 15.30 по московскому времени каждую среду, пятницу и воскресенье. По окончании занятий с 15.00 вы можете задать вопрос и получить на него ответ во свете Библии. Занятия бесплатные. Если на вашем компьютере не установлена программа Skype, вам необходимо ее установить. Чтобы участвовать в занятиях, найдите меня в скайпе Попков Сергей, вместе латынию 1. Владимирскими буквами Попков Сергей 1. Да. Да. И запросите авторизацию с пометкой на занятия. Если вы желаете вместе с нами помолиться, также запросите авторизацию с пометкой в скайпе с Попков Сергей 1 с пометкой совместная молитва. Примерно за 7 минут до начала занятий или за 7 минут до начала совместной молитвы напишите мне в скайпе, что вы готовы, и я вас подключу. Позвоню вам. Мне не звоните, а только пишите. Не звоните. Иначе расстраивается эта система так устроена. Совместная молитва каждый день в 0 часов 40 минут по московскому времени. На молитве женщины должны быть в платке, мужчины подпоясаны, рукава у одежды у всех должны быть длинные, до кистей. Женщины и мужчины. Тело должно быть закрыто. Во время занятий совместной молитвы прошу отключать микрофоны, дабы не создавать шум, мешая другим слушать и молиться. Храни всех Господь. Лука 11.1 Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Ну, на нашем видеоканале вы это найдете. Я рассказываю, как правильно совершать крестное знамение. Правильно. Правильно. Лоб, середина лба. Пуп, где внизу. Правое плечо, левое. Левое плечо, где соединение руки там идет. Чтобы было перпендикулярно с вертикальной линией. И какой поклон делать. Такой поклон, чтобы рука могла пол достать. Земные поклоны. Это мы все рассказывали. И люди уже все начали молиться, даже внешне, как положено. Читаем цартыр на русском языке. И правила утреннего и вечернего чтения тоже на русском языке из молитвословов. Пасхальное. Это пасхальное читали. Я теперь перестал вести занятия. Читаю я, Игнатий Лапкин. Это все Сергей взял. Потому что меня тут не будет. У кого есть желание по скайпу что-то поговорить, должны сейчас под скайпе написать у меня, когда я свободен. Потому что уже в скором времени, 10 июня, у меня не будет 4 месяца. Я уезжаю в деревню. А там нет связи такой хорошей. Деяние 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Псалом 87.14. Но я к тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет тебя. Бога предваряет. Вообще удивительно. Предваряет, то есть прежде, еще Господь к нам не зашел в гости, а мы уже молимся Ему. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Страшные слова. Это и касается и православных, и католиков, и григориан-армян, и сектантов, и всех еретиков. Молитва мерзость. А почему ухо от слушания закона? И извращение, то есть, ну неправильно где-то. И поэтому в каждой зоне, вот наш, зайдите на наш видеоканал, я, ну просто под этим роликом будет, где наши данные какие есть. И сами посмотрите, как у нас проходили молитвы. Может у вас будет что-то лучше. А слышит Бог или не слышит, не знаем мы так отвечать. Это сектанты только знают. У них все уже, они спасенные. А мы-то не так. Мы спасенные в надежде. Мы грешные, многогрешные, просим у Бога милостей. Вот и поэтому. А почему не знаете? Да потому что не достигну ли я, как достиг меня Христос, Павел говорит. Павел говорит, я не говорю, что достиг. Это сектанты, они все достигли. То есть обольщение стопроцентное. И поэтому молитве надо быть посмиреннее. Чего просишь? Даже узнаешь, кто-то на тебя что-то имеет, молитва уже оборвана. Не молись, пойди прежде перемирись, положи жертву свою. То есть это домолишься потом. Вот совершает иногда утреннее правило у нас бывает. И бывает, что-то прервало ее, положили жертву. Потом мы домолимся. На том месте бросать не будем. И каждый раз, когда молимся, после молитвы у нас сто поклонов. Вот, не знаю, видно, не видно. Это называется четки. У старобрядцев лесов это сто поклонов. И считаем это. Вы там можете это увидеть. И даем пояснение на разные материалы из нашей книги к истинному православию. Вот так. И поэтому, как без молитвы жизни нет. Молитва это как дышать для человека. Мы там описали это. Я многое брал из другой литературы. Святые отцы, Жития святые, Библия. Моего очень и очень мало. А только соединительные слова, как Андрей Кураев говорит. Игнатий ничего не выдумывает. Он просто поднял пласты нами забытые, то есть засыпанные, брошенные. Относительно молитвы точно так же. Я сторонник абсолютно русского языка. Но у нас идет богослужение на сколковно-славянском. Даже у нас в общине. И по-русски, только библейские, по синодальному переводу, псалмы, евангелия, деяния, послания и паримия. И предхозрительные чтения. Но если эти поются, допустим, псалум какой-то или блаженство поются, то по-сорковно-славянскому. Мы даже в этом и то не пошли дальше. Нас упрекал епископ. Вам только палец дай вроде и по локоть пооткусите. Ничуть не бывало. Это мы не те, о ком пословице говорится. Мы очень и очень осторожны. Вот. И если говорить так, вот даже я попутно пословицы какие-то говорю. Вот даже священник. Ну, священник по-славянски поп. А когда говоришь поп, некоторые думают, что ты ругаешься-то. Ну, как протопопа в вакуум. Не просто священник, а протопоп. Это звание такое его, чинь такой. Вот. Как говорим, полковник это... А подполковник? Под полковником что он лежит? Он ниже его и подполковник называется. Так и здесь. Вот о священниках как говорит? Кто-то что-то говорит и говорит, да у меня только одна рубаха. А тот скажет, одна у папа жена. То есть два раза жениться нельзя. Если священник умерла, жена он женился, то с него сан снимается. Он уже не священник. И никогда не может быть назад. Возврата нет. У папа одна жена. Видите, пословица-то. А это взято из послания апостола Павла. Муж одной жены. Или такое, когда кувыркает какой-то ящик, а он длинный-то. Ну, и боком его. А другой говорит, да ставьте на папа. То есть вертикально кверху. То есть священник не пьянется. И опять же это взято из послания к титу апостола Павла. Епископ не пьянется, не биться. Ставь на папа. Видите? Но зато если у Беринского написано, про кого анекдот там, басня-то про папа, про папову дочку, поп-то локонный лоб, а работники о балде. То есть есть и такие, которые заставляют задуматься. Он не говорит о священнике, а о папе, повторяя это церковно-славянское слово. Поэтому надо быть очень внимательным ко всему, что слышишь. Меня неоднократно даже упрекали. Я вел три радиопрограммы. Ну, я привожу, что сказал такое-то, стихи считаю. Вот сейчас считали мы Крылова Ивана Андреевича. Я брал 200 иностранных, только в моих трудах, поэты, поэты. И 300 российских, 500 поэтов только я пользовался. Стихи 500 поэтов. Это вообще, как говорится, глаза в разбежку. Но я любил все это, знал, и студентам наизусть рассказывал стихотворения, но именно по теме, не просто так. И когда я вел попутно, я говорю, мировое искусство, объяснение каждой картины во свете Библии. Очень популярные были у меня занятия. Очень. И высоко это ценили. Даже похвалюсь моим Господом, не было претензий ни от кого, что против, там, оскорбил, или как начинают, которые нападают. Надо просто быть внимательным. И Господь через это делает свое дело. Я как-то приводил, ну, даже, которого не уважаю человека. Самый неуважаемый этого, Владимир Ульянов. И он говорит, наша радость от трудовых успехов. И я это подхватил. Видите, неплохо. Маяковский мне не нравится совершенно. Но у него есть хорошее выражение. Он пишет, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. А сам бы курил и пил. На это не надо смотреть. Я иногда привожу выражение Мартина Лютера. Он положил основу крупному движению в христианстве, протестантизму. Он говорит, в мире есть одна книга, Библия, и одна личность, Христос. Еще выражение его. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Я это по радио. Когда выступал, так на меня нападали там все священники. Вы берете там всех этих людей, элитикопы. Ну я беру. Есть один человек, говорит так. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их поняли. А кто это сказал? Ну я скажу, ты от меня отвернешься. Любимый человек Гитлером. А теперь узнаете, кого он больше всего любил из идеологов. Чью теорию взял для себя. Вот так. Милости просим на это обращение. И в каждом регионе образуйте это. И выходите. Старому дому только кнопку нажал, и там считает кто-то. И ты присоединяешься. Не надо говорить, что молитва это закрой дверь, молись. А как в храме тогда молиться? Это дома, когда ты один. А что раздвинуть стены, чтобы другие присоединились? Ну разве плохо? Патриарх молится в храме, стоит. Руки поднимает. И везде в интернете мы видим, как молятся люди в храме. Никто же не считает это, что вопреки Слову Божию. Ну все у меня. Желаем очень, чтобы Господь нас услышал. Богу нашему слава во веки веков. А посланник стена. Продолжение следует. У